В студии Алексея Навального или изделие из американской пробирки, как назвал меня генерал Золтов. Почему они сделали это все так нарочито, с наездом? Причина номер один. У них много медийных проблем. В первую очередь вот эти грандиозные проблемы с пенсионной реформой, с повышением пенсионного возраста, с выборами и так далее. Нужно сделать какую-то такую сенсацию для того, чтобы просто переключить внимание. А причина номер два. Хотят испугать, конечно, просто-напросто. Все же понимают, что такое Золотов, ближайший друг Рамзана Кадырова. И поэтому я думаю, что там такая была идея, что давай, ну как бы он не боится. Там не он, не этого ФБК, не вот эти люди, которые бегают по митингам. Они как-то вроде не боятся системы, не боятся полиции, не боятся продажных судей. А давай ты вот прям выйдешь и, в общем-то, недвусмысленно намекнешь. Практически прямым текстом скажешь «убьем». Совершенно очевидно, что этот человек известен тем, что, скажем так, отвечает или причастен к неким нужным Путину операциям, которые лежат далеко за пределами хотя бы видимости, законности. У этих людей нет совести. Они безумны. Они возомнили о себе Бог весть что. И поэтому, конечно, ну вот, у меня сегодня писали несколько людей, что, ну, какой-то довольно у тебя там, типа, жесткий ответ. Ну, а какой может быть еще? Не жесткий, что ли? Я должен мягкий ответ давать на все это? Ну, куда дальше-то? Они Кремль приватизируют, оформят себя как дачу храм Василия Блаженного. О расстреле в Керчи я еще раз выражаю соболезнования всем семьям погибших. Сейчас, помимо того, что, конечно, все будут анализировать, почему это произошло, как так могло случиться. Но все-таки главный вопрос, что делать с этим дальше? Ну, Владимир Соловьев, конечно, прибежал и начал писать, что нужно вести смертную казнь, да? Что, ну, само по себе звучит идиотически для любого человека, который хоть немного понимает в проблеме. ФСБ, они не хотят говорить о том, почему они проворонили изготовление бомбы в Крыму, в том регионе, где все наводнено ФСБшниками, да? Они хотят говорить о том, что интернет, срочно передайте им под контроль интернет. Я сегодня просто ужаснулся, когда услышал заявление Путина. У него спросили, в частности, там, про атомное оружие, про возможную гибель человечества. Они агрессоры, мы жертвы, ну, значит, все мы умрем, только мы окажемся в раю, а они просто сдохнут. Этого не должен говорить глава государства. Это звучит дико, это звучит неприемлемо. Когда тебя спрашивают на какие-то такие темы, ты должен говорить одно – миру мир. Когда в стране и так, в общем-то, все тяжело и довольно депрессивно, не нужно говорить такие вещи, что, значит, вот мы умрем, кого-то утянем за собой. Вот пока я сидел, 10 губернаторов сняли. Ищенко выиграл эти выборы, а вы у него эту победу украли. Он стал губернатором, его избрали жители Примурья губернатором. Народ определился, а вы пришли и сказали, нет, 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 он не станет губернатором. Ингушетия – это очень важная тема, потому что Кремль создал конструкцию, при которой, как они считали, республики Северного Кавказа – это их политическая опора. 99% на выборов, 99% за Путина, все очень хорошо, все очень зачищено и все классно. И тут бах! Очень популярный Евкуров не может справиться ни с чем. Люди выходят на улицы, все люди выходят, люди совершенно разного социального положения, возраста выходят на улицу, и так что их даже, в общем-то, и разогнать нельзя. Совсем недавно у нас Афон и всякие реликвии, монастыри на горе Афон – это было просто основа православия. Посмотрите, все наше начальство, Чайка мой любимый, вся вот эта вот банда, она же раз в год ездила на Афон, значит, там молилась. И вдруг, внезапно случилось, все, вы не можете поехать туда и молиться. А как же Ослик? А как же Путин? Это же показали по всем каналам телевидения, что когда Путин приехал на святую гору Афон, с которой у нас неразрывные связи, перед его машиной шел Ослик. И это было чудо. Мне кажется, это все должно натолкнуть нас на очень важную мысль. Давайте же, тост, давайте же и мы не будем идти за какими-то Осликами, в том числе находящимися в руководстве России. Спасибо большое, увидимся с вами в следующий четверг в 20 часов. Это был Алексей Навальный.